Предприниматель из Каркианского района снабжает рынок продукцией со своего крестьянского хозяйства. В местности Козылкум Жаксылки Бадулаев выращивает яблоки, виноград и абрикос. Наша съемочная группа побывала в гостях у фермера. Жаксылки Бадулаев занимается земледелием уже 19 лет. На сегодняшний день крестьянское хозяйство пестрит различными плодовыми деревьями, которые занимают 6 из 35 гектаров его участка. Урожай идет на реализацию в первую очередь по району, после чего предприниматель ежедневно доставляет порядка 700 кг продукции в областной центр. Для полива используются подземные воды из 4 колодцев, пробуренных на глубину 30 метров. В летнюю жаркую пору зеленые насаждения требуют особого ухода, говорит земледел. Воду добываем из-под земли, для этого нужно электричество. Цены на электроэнергию растут. Приходится иногда сокращать полив, поскольку доходы даже не покрывают расходы. Объем урожая нестабилен, раз на раз не приходится. Иногда собираем много плодов, а бывает совсем мало. Сельчанин также занимается заготовкой кормов из ячменя и люцерны. Порой из излишков яблок делает сухофрукты. В прошлом году он собрал со своих полей 10 тонн огурцов, 2 тонны яблок, 3 тонны абрикосов. Жахсал и Бадулаев не скрывают, что иногда уход за насаждениями становится слишком трудным. Это связано с текучестью кадров, и временами попросту не хватает рабочих рук, что подтвердили и в районном отделе предпринимательства и сельского хозяйства. Данное крестьянское хозяйство испытывает трудности с кадрами. Чтобы привлечь для него специалистов, в центре занятий при поддержке районного кемата ведутся определенные работы. В соответствии с заявками от крестьянского хозяйства мы стараемся направить туда желающих трудоустроиться. Для дальнейшего развития бизнеса предпринимателю необходимы льготы по оплате за электроэнергию и субсидии на приобретение саженцев винограда. В целом в Каракеанском районе зарегистрировано свыше 660 крестьянских хозяйств. В том числе земледелием занимаются только около 40. Также функционирует 12 теплиц, расположенных на территории площадью 2,5 гектаров. Напомню, ранее глава региона Нурдавлет Хилыбай поручил руководителям госорганов, курирующих сельское хозяйство и бизнес, оказать необходимую поддержку предпринимателям, в том числе и в части субсидирования.